Всем привет, это FreeStudio21.com И мы возвращаемся к теме фразовое выделение На этот раз фразовое выделение в вопросах Нигде попало, а именно в вопросах И сейчас я покажу вам в чем тут суть Чем это фразовое выделение уникально И чем оно интересно Итак, возьмем любой вопрос Какой, ну, что-нибудь такое простенькое Не очень заумное Например, when did he come home yesterday? Когда он вчера пришел домой? О, ну, что-то такое Что-то совсем элементарное такое Простенькое и удобоваримое Рассмотрим, что мы здесь имеем Мы имеем подлежащее, мы имеем сказуемое Мы имеем вспомогательный глагол Мы имеем какие-то там обстоятельства И мы имеем вопросительное слово Или, правильнее сказать, вопросительное местоимение Вот оно, when Теперь давайте поразмышляем Когда мы ставим вопрос Мы по определению сразу же делаем на чем-то акцент То есть в вопросе Особенно если это вопрос с вопросительным словом А речь будет идти в первую очередь о таких вопросах Мы не вольны выбирать На что мы делаем акцент Акцент сделан уже в вопросительном местоимении Уже понятно, о чем будет идти речь Кроме того, мы уже знаем, что вопрос – это инверсия А инверсия – это своеобразное фразовое выделение Это его разновидность, скажем так Поэтому в вопросах по умолчанию Уже есть фразовое выделение Вот оно во всей красе перед нами Инверсный порядок слов Вопросительное слово Чего нам еще надо? Все нормально Такое можно считать первым вариантом То есть сам вопрос в чистом виде является фразовым выделением Но, допустим, мне этого мало Я хочу еще как-то его выделить Вот как-то особенно Как-то еще не так, как у людей Что мне сделать? Как я могу поступить? У меня есть два варианта Первый вариант Когда я беру и все вот это вот дело переделываю немного Мне для этого нужна будет схема Если вы помните схемы фразового выделения С указательными или вопросительными местоимениями То именно здесь оно снова у нас заработает Нам нужно указательное местоимение Или вопросительное, как хотите, называйте Правильнее, конечно, будет указательное местоимение Ну, я вот так в скобках напишу Вопросительное, потому что здесь они совпадают Вопросительное местоимение Почему так? Ну, судите сами Это слова что, где, когда, почему, там, ну и все такое Там what, when, why, who, ну и все такое И так далее Это моя первая позиция Это первая позиция Мы такое уже где-то видели Далее Что у меня будет дальше? Дальше мне обязательно надо поставить was или is Вот таким образом Здесь у меня будет was или is Ну, что-то из, или одно, или второе Это моя первая позиция Это моя вторая позиция Далее После него я сразу же так прямо дострою здесь вот так вот И дорисую еще it Оно обязательно должно быть, потому что, ну, это конструкция с фразовым выделением Тут ничего не поделаешь Должно быть и все Дальше у меня должно быть слово that That тоже должно быть обязательно Никуда я не денусь от этого Значит, это моя третья Мой третий пункт И дальше у меня, наконец-то, то, чего я, собственно говоря, выделяю Выделяемый объект Сейчас я его каким-то цветом изображу Выделяемый Выделяемый объект Выделяемый объект То есть, у меня структура перекликается с обычным фразовым выделением Там, где у меня было что? Было выделение с подчиненным предложением Если уж на то пошло То роль нашего подчиненного предложения играет вот эта вот вещь Вот она, вот она, вот это мой relative clause По-другому можно было бы сказать, что это relative clause Relative clause Который, я его здесь придумываю просто с потолка Его здесь не было, в вопросе этого ничего не было Но мне надо его поставить, потому что иначе я не знаю, куда тогда поставить z И так далее и тому подобное Теперь давайте попробуем, используя вот эту схему Извратить наш вопрос так, чтобы у нас было фразовое выделение Итак, смотрим Первая позиция у нас должно быть вопросительное слово Естественно, мы ограничены в выборе У нас вопросительное слово может быть только when Что делать, ничего не поделаешь Это вопросы Здесь пространство для маневра очень маленькое When Дальше Дальше возникает ситуация А где мне взять вот это was it? Его же нет изначально в моем вопросе Правильно, его нет Поэтому его надо что додумать? Его нет, я его просто придумаю с потолка Значит, единственное, на что нужно обращать внимание Это на время Was или is Что будем ставить? У нас прошедшее время Логично будет поставить was Я его и ставлю У меня будет was Дальше у меня будет it Здесь я никуда не денусь, придется поставить it Дальше что у меня будет? Дальше будет z Z тоже не было в предложении, я тоже его придумываю По схеме Третья позиция И дальше, собственно говоря, мой вопрос Теперь давайте посмотрим, что у меня от него остается Значит, я не могу уже поставить здесь did Потому что, простите, у меня вопрос уже как бы есть When was it that? Поэтому дальше у меня будет обычное повествовательное предложение Мой вопрос трансформируется в повествование That he came home yesterday Так, yesterday не помещается Сейчас я чуть-чуть подвинусь Yesterday Вот таким образом Все Вот мой вопрос Заметьте, что у меня знак вопроса сохраняется Почему? Да потому что вот у меня Вот у меня первая позиция Это же вопрос Вот у меня вторая позиция Was it Это мой relative clause Вот это вот я придумала совсем Из ниоткуда оно взялось Дальше у меня z Соединитель Вот этого моего В одного такого предложения И всего остального И дальше выделяемый объект Вот у меня позиция 3 И вот у меня позиция 4 Вот таким образом Я вот так могу трансформировать вопрос Вот в такого монстра огромного И это будет, ну что делать? Ну так можно говорить Почему бы и нет Допустим Может быть вот такая фраза Сейчас я что-нибудь еще сочиню Например такое What was it that made you think so? Think so? Кстати это очень жизненная структура Как ни странно Несмотря на всю ее замысловатость Эта структура довольно-таки жизненная Что заставило вас так подумать? Если вот так вот Что заставило? Если дословно Что было то? Что заставило вас так подумать? В принципе можно было вопрос Просто спросить What made you think so? Что тебя заставило так подумать? Это тоже было бы нормально Но такая конструкция Хоть она и немного увесистая Но зато красота Судите сами Вот 2, 3 и 4 Вот такая штука Ну есть такое дело в природе Далее Дело в том, что есть еще один способ Как можно сделать фразовое выделение в вопросе Но при этом не прибегать к такой тяжеловесной конструкции Ибо как бы то ни было Ну для меня допустим это все нормально И подумаешь там на 2-3 слова больше Но возможно кому-то покажется Зачем так все сложно Зачем это все надо Можно и фразовое выделение сделать И в то же время не отягощать себя Какими-то там дополнительными словами Что для этого нужно? Для этого мне нужно Вопросительное слово Вопросительное местоимение То есть у меня будет там What? Там when стоять Who? Ну в общем вы понимаете о чем идет речь Здесь может быть все что угодно Where? Ну самые такие ходовые слова Их иногда кстати выделяют в такую группу Вот такие Where words Я честно говоря даже не знаю как их правильно читать Ну слова которые начинаются на вы Скажем так Едем дальше Значит если вернуться к тому с чего мы начали Можно это все делать Здесь еще why может стоять Значит вот это все хозяйство Можно охарактеризовать как что? Правильно Вопросительное местоимение Вопросительное Если по грамотному Местоимение Дальше едем Что дальше? Дальше мы к этим вопросительным местоимениям То есть к одному какому-то полюбившемуся нам особо Мы добавляем слово ever Ever Вот таким образом То есть whatever Whenever Whoever Wherever И why ever Единственное следует помнить Что все вот эти слова с ever будут писаться вместе Кроме слова why Которое писаться будет не вместе Которое будет писаться раздельно Вот так вот А дальше у меня будет вопрос В чистом виде как он был Без всяких изменений То есть дальше у меня будет Вспомогательный глагол Как и был Вспомогательный глагол Дальше у меня подлежащее Обязательно Как надо Все как надо Все как мы привыкли Подлежащее Подлежащее Или subject Как правильно это говорить надо Дальше у меня там Main verb Или Сказуемое 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 И остальные слова То есть по сути Самый прозаический Нормальный вопрос Без каких-либо там Усложнений Остальные слова Вот таким образом Итак У меня будет Первая позиция Самая большая Такая наверное Вот это вот Все дело С ever Вот так вот Вот я его сейчас обрисую Это номер один Дальше Два Три Четыре И пять Все сие Можно трансформировать В одну вещь Которая будет называться Обычный Весь вопрос Весь вопрос Я хочу так показать Чтобы вы видели Что ничего не меняется По сути Меняется только Вопросительное слово Все метаборфозы Происходят здесь Но вот давайте Тот же самый вопрос Изменим И сделаем его с ever Что у нас получится Получится такая картина When Whenever Вот я пристегиваю сюда Ever Whenever А дальше Все как было Did He Come Home Yesterday Вот и все И готово дело Yesterday Знак вопроса Все что я сделала Я прибавила Эва К моему When Без разницы Все остальное Переписалось Как было Один Два Три Четыре Пять Вот таким образом Все как было Далее Что еще здесь следует помнить Опять же Делаю акцент на why Why Особенное местоимение Оно будет писаться Раздельно Ну что на это скажешь Ну вот оно особенное Вот оно не такое Как все Допустим у вас может быть Такое Why Ever Вот так вот будет Dead Допустим тот же самый вопрос He Come So late Почему это он пришел так поздно Вот таким образом Так будет звучать наш вопрос Вот такая картина Следовательно Еще раз все сначала Фразовое выделение вопросов У нас может быть тремя путями Первое Следует всех допомнить Что сам по себе вопрос Уже является фразовым выделением Это и инверсия Это и вопросительное слово Чего вам главное Чего нам всем еще надо Все достаточно понятно Но если все-таки Мы хотим сделать нашу речь Литературной Очень литературной Очень официальной Ради бога У нас есть второй случай Второй способ Очень-очень громоздкий Но зато смотрите Какая красота Вот с таким порядком слов Далее Если я не хочу громоздко Но все-таки хочу как-то выделить Ради бога Можно добавить эво К моему вопросительному местоимению Весь вопрос оставить в покое И получить вот такую вещь Очень оригинально будет выглядеть Достаточно просто И в то же время Вы можете блеснуть Так сказать Своими знаниями Но иногда это тоже нужно уметь Итак Если у вас возникли опять же Вопросы о вопросах Задавайте в комментариях Не стесняйтесь Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал